Продолжение следует... Не то, что указал, а испросил ее согласия, потому что Бог никому ничего насильно не дает. Бог и церковь там дал добровольно. То есть Бог когда пришел на землю? Не когда Бог захотел, а когда люди устремили взоры к Богу, когда попробовали царство небесное разными путями, и войнами, и науками, и искусствами, и чем только не пробовали, поняли, что не получается? Когда дошло до них, что спасти человечество может Сын Божий, шедший с небес и укладившийся в свое естество, это арестовик сказал, то тогда Бог и пришел. Точно так же спасение Бога, Престой Богородицы, не то, что вот я приду, нет, Он ее волю тоже учитывает, поэтому был послал Архангел Гавриил, чтобы испросить ее согласие. И что мы слышим в ответ? Я раба Господня. У кого из нас такое смирение, есть быть покорными воле Божией? Мы больше не сопротивляемся. Что такое воле Божией? Ну, во-первых, заповеди, то, что Бог говорит. Так? Мы всю жизнь нарушаем в заповеди Божьем, мы грешим всю жизнь. Значит, воли Божьей не покорны. Жизнь нас за это бьет, наказывает, судьба наказывает, так? За нарушение заповеди Божьей, за грехи и болезни приходят. И мы вместо того, чтобы, ох, виноват, Господи, прости, что мы делаем? Обижаемся, жалуемся. А еще и ропщим на что находит, на судьбу, на Бога ропщим в другой раз. Это что? То есть, вот образец покорности. Я раба Господня. Она же тоже человек, она же тоже, как все, все же замуж хотят, все же семейную жизнь хотят, тихую, спокойную. А ей такое служение Бог предложил. И она согласилась, что не то, что там думала, я раба Господня. Не думая сказала. Потому что она реально была, так любила Бога, что свою жизнь посвятила Богу. Давайте с собой сравним. Сегодня мы ищем крест, силу креста. Так вот, опять же, знаем, что к силе креста великая, трепещет и трясется нечисться от него. Но тут же сами, малодушными, перед разными порчами, сглазами, проклятями, еще чем-то, боимся. Какие-то у нас суеверия возникают там, типа по дереву, по стучи по дереву, еще что-нибудь, через творог не здороваться, еще что-то, ну, каких только глупостей нету. Или там, что-то там не делать, денег не будет, мусор на ночь нельзя выносить. Ну, каких-то глупостей нету. Так, ну, какая-то связь. Но, получается, что мы не верим в силу Божию. Если мы боимся запупанья бесовские, значит, мы не верим в силу Божию. Мы не верим в силу креста. А дьявол креста боится. И далеко за примером ходить не надо. Давайте посмотрим. Попробуйте поставить в городе крест. Попробуйте поставить. А что скажут мусульмане? А что скажут иудеи? Они ставят. Нам как-то все равно. Поставили там эту семисвечник свою. Ну и что? Конечно, когда там 99% православные и у нас у них ничего, а их не ставят, то как-то немножко я думаю, а кто же мы такие? Что у нас за вера такая? Что мы такие верующие? Верни, вот, правильно сказать. Мы даже и этого боимся. Мы перекреститься и стесняемся в автобусе или в листричке, когда мимо храма едем. Я даже сам лично наблюдал. Бывают даже наши приказы. Вагу, нет у них нашего храма. Так, утром рано. Это, и чтобы не крестить кто-то туда, кто-то сюда, кто-то еще, кто-то перекрестится. Но мало. Молодушие! Боимся мы! Стихи, кого и чего? Теперь я сравниваю. Да, вот у них там мусульмане. Ну, нам-то какое дело? Отдели, ходят он своим полумесяцем, ну и пускай ходят. Это он показывает свою веру. Его право, его проблемы. Ходят там свои звездочки, конечно. Это его дело. А что мы стесняемся? Во-первых. И во-вторых. Мы же на них не обижаемся. На их полумесяцы, на звезды, так. Ну, нам все равно, ходите, ходите. Ваше дело, ваше право. Почему они обижаются, если бы крест поставили? Вот это о чем говорят. О том, что дьявол креста боится. Не хочет, чтобы крест ставили. Ставьте что угодно, только не крест. Вот просто пример. И мы, имея такую силу... Я могу много примеров привести, вы и так не хуже меня знаете. Но, имея такую силу, мы молодуштуем. Мы верим в каких-то там сглазу, каких-то проклятий, ходим каким-то там целителям, сенсам и прочим, 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 служителям нечистой силы. Психологам ходим. И мы приступим покаяться в грехах. Так? А что проблемы-то от грехов? Особенно гордыни. Чем больше гордыни, тем больше проблем. Чем больше гордыни, тем больше... Чем тупее. Чем больше гордыни, тем больше маниакально-депрессивный психоз. То есть шизофрения. И так далее, так далее, так далее. Ну приди ты, раскайся, как след, причастись. Только не одноразово, а регулярно. Приди по собору и ся. Собору не дается здоровье. Духовное, душевное, физическое, умственное, нервное. И все остальное. Ну что, много чего. Воля укрепляется. Много человек. Нет, мы идем к психологу. Потому что, я еще раз говорю, все, что от Бога добровольно. Бог нас в церковь не гонит. Он нам дал церковь и дал самое главное. Самое высокое. Святые таинства. Испыть, причастие, собора, венчание. Мы про венчание вообще забыли. Мало венчаных сейчас. Вообще, вроде как и нет такого таинства. Соборство, украде здоровье. Причастие, опять, а это полезно. То есть, ну что, мы деградируем. Нам Бог дал таинство. А мы идем каким-то там, который там доверится мне. Ага. А вот давайте я сейчас нарисую схемку. А вот эту схемку, где ты себя определишь в этой схемке. Ну, бред же. Так? А мы идем. Значит, что? Имеем такую силу. И она нам, как получается, не нужна. Да, дьявол к себе тянет. Да, дьявол к себе заманивает. Да, он пытается нас в храм не пустить. Но мы же должны разбираться, что к чему. Раз дьявол не пускает в храм, значит, надо идти в храм. Если вас куда-то тянет на сторону, значит, нельзя туда идти. И вот сегодня два фразика совпало. И вот смирение Пустой Богородицы, и силу Христа мы видим, и совмещение. Ведь если мы... А что наши проблемы? А что наши беды? А что наши несчастья? А что наши ошибки и глупости? От самомнения и гордыни. А я думал. А я думала. Задел глупость. А я думал. А зачем думать? Нам все сказано. Нам все написано и расписано. Нам все Богом сказано. Зачем думать? Как мы начинаем думать что-то? Обязательно делаем глупости. А что Бог нам говорит? Не говори, пойду туда-то и туда-то и сделай то-то и то-то. Но! Говори, если угодно Богу. Так вот, если любое дело мы полагали. Если угодно Богу, пошли взять благословение в церкви у священника. Так? Потому что священник это не то, что там я вот это. А это уже Бог благословляет. Потому что я сломал свою гордыню, иду к Богу за благословение. Тогда было бы все хорошо, все правильно, и меньше было бы ошибок. А до тех пор, пока мы не будем ломать свою гордыню, и начнем полагаться на свою волю, у нас будут ошибки и проблемы. И сегодня нам Господь напоминает Тебе, кто и Богородица делал, как мы должны жить, смиренно положаясь на свою волю Божию. Аминь. 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 Продолжение следует...